Почему вообще находимся на заводе? Это не просто экскурсия, появилась идея делать вибро-шумоизоляцию под брендом LoudSound премиального уровня, то есть мы сейчас производим виброизоляцию нескольких видов в бюджетной категории, и вот сейчас возникла идея делать премиалку. Ну, естественно, кого выбрать, как не СТП для этого. Ребята, естественно, пошли навстречу, и мы не ограничивались просто заказом виброизоляции с завода. Они устроили мне экскурсию, ну, а я решил, естественно, запилить для вас вот такой вот обзорчик. Сейчас посмотрим. Если будет что-то интересное, будем показывать. Если не будет чего-то интересного, сделаем что-нибудь интересное. Раз уж мы находимся в Иваново, нам нужно сделать три вещи. Посетить завод Standard Plast, купить ивановский текстиль и найти себе невесту. Всем привет, это канал LoudSound. Мы находимся в Ивановской области. Все ассоциируют Иваново с город-невест, да, это называют у вас, правильно? Много красивых девушек. Много? Или вы тоже женаты? Сейчас можно такого наговорить. Город Иваново в наши дни славится тем, что это родина шумовиброизоляции. Тот самый Standard Plast, точка отчета, от которой пошли шумовиброизоляционные материалы в России. Много других брендов создано тоже на наработках этой компании. Всего в Ивановской области находятся 5 производственных площадок Standard Plast, виброакустическая лаборатория. Мы сегодня постараемся посетить побольше всего. Ну, вы увидите, естественно, самое интересное. Мы сейчас находимся на складе рядом с производством. Немножко может быть шумновато, извините за это. Здесь у нас вот сразу первое, что я увидел, это OEM-материалы для оснащения автомобилей Kia и Hyundai. Я тут буду передатчиком на самом деле, мне будут говорить какую-нибудь информацию, а я вам ее буду говорить. Поможет мне Дмитрий. Дима является региональным менеджером Standard Plast. Они поставляют вот такие OEM-материалы не только на Hyundai, но и на огромное количество заводов. Нашему заводу более 20 лет. Завод Standard Plast является поставщиком первого уровня на автозаводские предприятия. Фактически любая машина, которая сделана на территории Российской Федерации, в ней используются наши материалы. Это была линия по изготовлению битумных материалов. Снимать там очень тяжело, очень шумно. И вот сейчас мы попросили включить раскроенную машину. Сейчас тоже, да, будет шумно? Я так понимаю. Мы слышали звуки и погромче. Очень здорово. Мы делаем здесь рисунок, поэтому рисунку машина вырезает нам из любой толщины материала. Не более 8 миллиметров. И первая же мысль, которая у меня, конечно же, сразу возникла, это же можно указывать по лекалам на конкретные модели автомобиля. Передние, задние, двери, багажник и все остальное. И продавать уже готовые комплекты для установки. И ребята сказали, что был у них такой опыт и почему-то не пошло. Ну вот мне пока кажется, что вопрос надо изучать. Может не пошло, потому что продавали и представляли неправильно. Это магнитная установка. Здесь производят намагничивание битумного материала. Зачем производят намагничивание? Я вот сейчас сразу вопрос возник. Я этого не знал. Очень интересно. Это для первичный рынок, это вы называете, да? ОИМ, то есть поставка на заводы. Там, естественно, при производстве новых автомобилей никто валиком, как вы в гараже с феном, не делает. Примагничивают кусок виброизоляции к двери, и после того, как он пройдет термообработку, он уже приклеивается к металлу. Очень интересный такой ноу-хау. Технология разрабатывалась изначально специально для завода Форт, и вот этот стандарт пласт первый, кто разработал эту технологию. Кто вот не понял, на заводе прикладывают это на металл к двери, багажник, крыша. Потом красят поверх этого, и потом уже при сушке материал припекается уже к металлу. У меня всё равно вопрос, так как был, так и остался один. Что они так экономят, а? Ну там реально этих материалов, ну вот, пот на плаку. Так, ещё раз извините за шум. Шумновато здесь. Вот, вот на что обратил внимание, чтобы это не означало, я сейчас спрошу. То есть вы отправляете шумоизоляцию прямо в Англию, на завод Nissan? Да, мы первые из российских компаний, которые поставляют материалы для автомобилей в Англию. Здесь наносится клеевой слой, и я, если честно, вот удивлён здесь тоже был. Я думал, его наносят на сам битум, а сверху закрывают плёнкой. Она, кстати, называется антиадгезионная плёнка. Вы её всё равно просто плёнкой обычно называете. Клей наносится именно на неё. Смазывается сама плёнка и приклеивается уже к битумному слою. И на выходе мы, кстати, сейчас видим визомат MPN, который делают для автоваза. Огнедушитель обязательно. Здесь продукт упаковывается уже в картонную упаковку и отправляется на упаковку плёнкой. Здесь завершающая стадия. В картонную упаковку закатывают плёнку для транспортировки. Плёнка в термокамере сначала нагревается и потом здесь, под вот такими кулерами, охлаждается и натягивается на упаковку. И готовая палета, то, что имеем на выходе. Вот он, продукт Standard Plus в единой упаковке, готовый для транспортировки. В этих ангарах находятся склады. Всего таких складов на этой производственной площадке 4. Ещё один склад, и перед ним такая интересная вещь, нойсблок так называемый. И это звукоизоляция для канализационных труб. То есть, представляете, да, на скольких рынках, кроме автомобильного, присутствуют материалы Standard Plus. И мы сейчас идём в теплицу. Что бы это ни означало, если честно, я не знаю, для чего может использоваться теплица на заводе по производству шумовиброизоляции. Возможно, там выращивают какую-нибудь траву, чтобы сотрудникам веселее работалось, и они более вдумчиво выполняли свою работу. Тут, правда, производят овощи, и это всё принадлежит сотрудникам, раздают сотрудникам. Ну, это компьютерную игру не напоминает. Там цех по производству электроэнергии, там цех по производству битума. А здесь энергоподстанции. Чем больше людей, тем больше энергоподстанции нужно. Сейчас мы подъезжаем ко второй производственной площадке. Не знаю, что здесь будут показывать. А здесь другие материалы, да, другой ассортимент. Здесь интересней должно быть. А здесь мы видим ульи. Вы производите ульи? Наименование материала Volkswagen. То есть отсюда в этом уезжает для Volkswagen продукция OEM. Мы находимся на второй производственной площадке. И вот в ОСТП даже есть такой внутренний газет, журнал я бы это даже назвал. А что в ней? Сейчас нам Дима продемонстрирует. Генеральный директор обращается к сотрудникам. По итогам года были поздравлены на новогодней корпоративе лучшие сотрудники из каждой из служб. В этих автомобилях наш труд. То есть это автомобили, которые оснащаются шумо-виброизоляцией. Стандарт Пласт. Есть Volkswagen, Hyundai, Ford, Lada Vesta. Но самое интересное вы все видите. Да что? 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 Вы уже написали это в комментариях? Это Aorus. Не знаю про сам автомобиль, не очень уверен, что получилось повторить или превзойти Rolls-Royce. Но вот за шумо-виброизоляцию. И я в нем уверен, потому что да, для меня сегодня явилось открытием то, что на многие заводы экспортируется виброизоляция, шумоизоляция, стандарт Пласт. А это вспененный полипропилен. Это то, что вот в багажниках у вас лежит. ВПП это называется. Да. Вспененный полипропилен. А это вставки в бампер. Энергопоглощающие. Тоже ВПП. А здесь у нас что-то прям глобальное такое. И какие-то огромные непонятные емкости. Это что? Здесь загружаются сюда гранулы, которые поступают у нас уже готовые из Чехии и тем самым с помощью трубопроводов загружаются и там происходит процесс насыщения их давления. Вот такая крошка 75 плотность. Это черная икра. Да. Затем мы получаем сами с помощью нашей технологии 35 плотность. А затем еще раз этот цикл проходит и уже получается вот такая 22 плотность. То есть оно как эффект попкорна. Выглядит как носитель ракеты. Выглядит как на Балтике заходишь. На Балтике? А ты про пивку, да, подумал? А я про ракеты. Так, я буду сейчас проводить эксперимент. Такой аттракцион на заводе Стандарт Пласт. Дыхание дракона, да, сейчас будет? Мне очень страшно. Ну не бойтесь, это не будет в виде скримера, а может и будет. Сейчас, сейчас, вот сейчас, сейчас начнется, сейчас. Чем дольше ждешь, тем страшнее. Вот вам детальки в багажник. Понимаете, насколько это сложно производить и дорого? А вы потом берете эти вещи, вытаскиваете, клеите вибру и кидаете скороб под сабвуфер. Да, вот эти штуки у вас в гараже валяются в лучшем случае, а в худшем выбрасываются. А люди стараются. Это вот вещь, которая в первую очередь выбрасывается из багажника, когда вы басуху ставите. Так, здесь у нас происходит упаковка уже и отправка на заводы. Здесь у нас стоит Nissan. Где АвтоВАЗ? Красный. Красный АвтоВАЗ. Здесь мы видим ваш любимый ВАК. Вот где шумки много, пацаны. Вот она в тазике шумка заводская. Видите, сколько поставляется? На этой производственной площадке тоже теплицы у нас. Дима пошел что-то жрать уже опять, да? Лук надо чем-то заесть. Он на той площадке лук съел, надо чем-то зажевать. Пошел редиску, наверное, искать. А ты правда редиску? Мы шутим, что ты редиской лук закусить хочешь. Да, запах лука уже надоел в машине. Вот с редиской будет самое то. Слушай, а я предлагаю еще чесноком закусить, Дим. Теперь мы находимся на третьей производственной площадке. Здесь у нас мы видим теплоизоляцию выхлопной системы. Это у нас газ, да? Это газель. Вот я не знал, что это делает СТП, такие вещи. И также здесь производятся акустические линзы. Crystal Sound они называются. И они призваны улучшить качество звучания динамиков, клеятся под динамик. Отличным эффектом плацебо обладают, да? Или вы верите? Ну, SQ-шники верят, да, что стоячие волны, все вот эти моменты. Но мы-то с вами знаем, что главное погромче сделать, и все. И все стоячие волны тканут в небытие. Также здесь производится мастика. Вот такая мастика вибродемпфирующая. Вот ребята говорят, очень классная вещь, отлично. Придаёт жёсткость, гасит вибрации. А на этом участке ваша любимая шумоизоляция. Если в предыдущих мы видели вибру, здесь у нас очень много шумки. Очень тихо. Это Нива, да? Тоже I-M. Здесь Нива. А это Ниссан, да? Здесь по специальной форме материалы сразу нарезаются. Аж пол дрожит. В этом цеху производятся изделия из пенополиуретана. Это вот различные такие заглушки. Вот шумоизоляция катушки ремня безопасности на Volkswagen Polo. На самом деле очень впечатляет. Вот завод в Иваново. Я всегда думал, что производят там достаточно много шумо-виброизоляции. Но что на такое количество заводов это делается и такое количество машин, если честно, для меня явилось открытием. Здесь, я не знаю, пишите в комментариях, пересекаются ли какие-то автомобили. Я вот вижу здесь трактора у нас. Даже увидел комбайн. Росельмашу поставляют. Вот тут уточнил, Росвертолу поставляют или нет. Говорят, пока нет. Квадроциклы, снегоходы, русская механика. Но этот цех печатен. Тут попросили не снимать. Однако, вот обратите внимание, какая качественная печать. Вышли на такой уровень качества. Хвастаются, что такое только у них. И поэтому попросили не снимать, как это делается. Ещё одна клеевая линия. В принципе, тут особо ничего интересного. Но масштабы вы должны понимать. Мы далеко не все цеха посещаем. И это третья только из пяти производственных площадок. И поистине впечатляют масштабы. Это у нас едет на завод Росельмаш. Шумоизоляция крыши трактора. Мы находимся возле центрального офиса Стандарт Пласт. Где находятся также две лаборатории. Сейчас посетим их. Одна лаборатория занимается измерением виброакустических свойств материалов. Другая физико-химических свойств. Ну, грубо говоря, в одной лаборатории смотрят, как материал себя ведёт при поглощении вибраций или шума. А в другой смотрят, как он отклеивается, как он рвётся, как он горит. Тоже сейчас посмотрим очень интересную вещь. Новый материал. Виброизоляция, по факту, которая, если происходит пожар, начинает вспениваться и не даёт поверхности нагреваться. На территории Стандарт Пласт находится лаборатория виброакустических испытаний. И она не является, правильно я понимаю, лабораторией Стандарт Пласт. Это отдельное юрлицо, по факту. То есть независимая лаборатория, созданная на территории завода, где проводятся испытания материалов. И это на данный момент единственная в России лаборатория, аккредитованная на данный вид испытаний. То есть испытаниями шума, акустики, вибрации занимается много организаций, но они занимаются этим, изучают шум на рабочих местах и так далее. А изучением материалов, объектов и вот такой спектр испытаний это единственная лаборатория, которая всем этим обладает. Большое количество интересного оборудования. Вот такая комната, сейчас нам про неё более подробно расскажет. Это установка для измерения коэффициента звукопоглощения. Нормальный коэффициент звукопоглощения. А как она работает? Сюда устанавливается образец, такой поршень. Сюда устанавливается образец. Угу. Кошка плотной подъявляется и как бы ставится сюда. Здесь источник хума. Создаётся звукопоглощение на 200 Гц. Потом там дальше третья октава. Волна идёт сюда, отражается. Создаётся стоящая волна там. И по разнице уровней мы определяем эффективность звукопоглощения данного материала. На маленькой трубе, на большой трубе мы мерим от 200 до 1600 Гц. На маленькое, то есть от 600 до 6300 Гц. Угу. Нормальный это значит звуковая волна падает под 90 градусов. Там мы определяем тоже звукопоглощение. Но диффузный коэффициент звукопоглощения. То есть там звуковая волна падает не под прямым углом, а под всем. Табина Альфа. Да. Все углы здесь, ну все стены под разными углами сделаны. Раз. Раз. А шум какой используется? Ну какой-то белый, розовый. Белый? Белый шум, да. Да. И программно, программно, автоматически прибор самоопределяет на каждой третьеоктавной полосе затухание. Знаковые, да, проекты. Здесь борт номер один есть, да, фотография. Вагон номер один, так сказать. Вертолет номер один, вагон номер один, самолет номер один, в общем. Владимир Владимирович сейчас не в тренде, но это дорогого стоит первому лицу государства обеспечивать шумоизоляцию. Понимаете, почему он нас не слышит, да теперь? Только вдумайтесь. Аурус, вертолет, ВСО, борт номер один и даже кинотеатр в городе Иваново. Так, а тут в лаборатории хранят пиво, видимо. Это похоже на холодильник. На самом деле это тоже измерительная камера, что-то вроде этой, но она позволяет проводить измерения при разных температурах, в том числе отрицательных. От минус 70 до плюс 100. Ну, благодаря тому, что лаборатория имеет аккредитацию, результаты испытаний являются легитимными практически во всём мире. Сколько вы говорите? Больше двухсот стран, да? Сейчас мы находимся в ещё одной лаборатории, которая находится на территории Standard Plus. Это лаборатория испытаний материалов. Вот, то есть если в той лаборатории измеряют акустические свойства материалов, здесь физические, да, так скажем. Здесь проверяется прочность связи материала с несущими поверхностями, под разными углами, механически, электрически. Сейчас продемонстрируют новый материал, который называется FireMast. Он, кроме виброизоляционных свойств, имеет функцию защиты от огня. Что-то странное, страшное происходит. Здесь у нас находятся термошкафы, которые обеспечивают более высокую температуру, плюсовую, от плюс 50 до плюс 350. И, я правильно понимаю, вы измеряете, как изменится свойство материала после нагрева, после какого-то времени, при какой-то температуре. Это у нас FireMast новый материал. Отклеиваем металлическую поверхность, то есть металлическую поверхность, так, таким образом. Приклеиваем без образования воздушных пузырей. Приглаживаем. Так, сначала померяем температуру, померяем, ну, где-то по 900 градусов. У меня не очень видно, потому что сейчас подробно. 954 градуса. Поехали. Поехали. 215 градусов с обратной стороны. 180 градусов с обратной стороны. Насчет роста фокса температура на обратной стороне защищает поверхность и падает. 160 в зале градусов. Должна эта плашка нагреваться, а она остывает, потому что этот материал вспенивается, отводит тепло от поверхности вот этой плашки. 139 градусов с обратной стороны. То есть, у нас даже практически вот какие-то вот идёт поделение в пары воды. То есть, нет вредности. То есть, это безвредно. Ну да, и не воняет ничем. Понимаете, что мы сейчас делаем? Мы сейчас поджигаем виброизоляцию. Это вот просто виброизоляция, которую мы сейчас поджигаем. Он и вибротемпирующий, и он защитный, и трудногорючий. То есть, он выполняет несколько пунктов. 108 градусов. У нас 100 градусов на обратной стороне. А грели мы её больше двух минут. А теперь сейчас ты будешь терять? 75 градусов. Мы всё ещё держим здесь пирометр. Как у вас правильно этот прибор? Термопара. То есть, вот можно потрогать. Потрогать. Прямо приложить руку, да? Я приложила руку. Я держу спокойно. Вот он холодный. А ну давайте я. Можете сами. Да-да-да. Ну какой холодный? Ну градусов сколько? Ну градусов сколько? Тридцать там это самое. Вот. Я вот приложил и держу руку. Только что это всё поджигали. Самое главное, очищается хорошо после пожара. То есть, оно соскабливается и всё. И можно опять это самое одевать. Да, вот мы уже соскабливали. Вот такая вот. Что такое кокс? Своё имя такое? Кокс. Надо бы знать на что делать. Ребята, это называется кокс. Здесь, на территории завода, находится также установочная студия, в которой ребята делают шумовиброизоляцию. Снимают это на видео, чтобы впоследствии выложить на канал СТП Инсталл. В этих видео ребята делятся опытом. Рассказывают, какие лучше использовать материалы, в каких частях автомобиля. В завершении пару слов о заводе Стандарт Пласт. Я действительно был удивлён и впечатлён. Я гораздо меньшей масштаба себе представлял. Я не знал, что производится такое количество продукции, такое количество мест отправлять. И используется в таком количестве отраслей. То есть, промышленность, и автозвук-тюнинг, и ОМ-оснащение на заводах новых автомобилей. И количество этих заводов тоже впечатляет. Ну и, конечно, что отличает, если даже отбросить вот эти все мощности, эти пять производственных площадок и ассортимент, если всё это отбросить, то отличается Нандарт Пласт от конкурентов. Это то, что здесь производятся испытания в этих лабораториях, как на контроль качества, так и разработка новых технологий. Благодаря, наверное, тому, что владелец Михаил Дмитриевич Воскун является кандидатом химических наук. И вот, как мне его описали люди, всегда человек сказал что-то новое, любил экспериментировать. Ну и видно, что здесь люди занимаются этим всем не только, чтобы заработать денег, но и чтобы изобрести какие-то новые вещи, что-то улучшить, кардинально поменять. Не только в этой отрасли, не только в России, но и во всём мире. По выпуску шумо-виброизоляции под брендом LoudSound у нас ещё будут переговоры, мы ещё как бы ни о чём не договорились. Я вот, собственно, для этого прилетел, ну и решил снять для вас вот такой интересный обзор. Если всё получится о выходе вибро-шумоизоляции под брендом LoudSound вы узнаете в ближайшее время. Надеюсь, обзор вам этот очень понравился. Если понравился, не забывайте. Вы знаете, что вам делать. Всем пока, живите громко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот сейчас, где мы находимся, даже объяснить не могу. Юра, это как называется? Я бы назвал это тестовая лаборатория, но это не лаборатория. Здесь уже ребята экспериментируют и смотрят, как шумо-виброизоляция влияет на звук. В помещениях. Архитектурная акустика это называется, да? Безаконно использовал, да, служебное положение, сделал себе кинотеатр. Ну вот он, кинотеатр вашей мечты. А это реально тестирование. Я думал, это просто тут оказалось. Шумоизоляция стиральных машин. Теперь меня обвиняют в рекламе за Нусси. Вот такое стерео самодельное, смотрите, собрано. А это, я так понимаю, вот тоже шумопоглотители какие-то, но дизайнерские, да, под ремонтом. То, что тебе нужно, можно сделать любое... А, подожди, и картина, что ли, или это просто картина? А, это просто... То есть ты, вы поняли, это шумоизоляция для... Ты ставишь панель, потом закрываешь, у тебя... Всё, я понял, о чём ты говорил. Попкорн забыли, да? Так... Так...